Шоколадный десерт Немного меда, кероп, финики и немного ванили с гималайской солью И готовить ореховое молоко и сам десерт мы будем в нашем обновленном блендере Рамит Витамин Десерт делается быстро, съедается также, поэтому давайте устроим кафешку прямо здесь, поехали! Для начала сделаем миндальное молоко Мы хотим, чтобы оно получилось насыщенным, поэтому берем пропорцию 100 грамм миндаля на пол-литра воды Вы же можете взять 100 грамм миндаля на литр воды Обычно так и делают Взбиваем все на втором режиме Он как раз подходит для орехов Вот так быстро у нас получается миндальное молоко Теперь его нужно процедить Переливаем все в мешочек для орехового молока Кстати, он идет в расширенном комплекте, который можно получить за отзыв Очень удобная вещь, хочу сказать Еще и сок через него можно фильтровать Пара легких нажатий и у вас идеальное миндальное молоко А оставшийся жмых вы можете использовать, например, для хлебцев Сейчас мы будем делать ореховую пасту в блендере Витамин А подробный гайд о том, как, в принципе, делать ореховую пасту на примере арахиса вы можете посмотреть вот здесь Загружаем 350 грамм необжаренного фундука и 100 грамм миндаля Кстати, тоже сырого Закрываем и перетираем все это в пасту Орехи необжаренные, поэтому нужно будет лучше поработать толкателем Если вы возьмете уже обжаренные орехи, то паста, конечно, получится быстрее Все готово Кстати, мы использовали второй режим, отлично подходящий для ореховых паст В наборе еще идет вот такой клевый стикер для измерения температуры Просто наклейте его на низ кувшина и наблюдайте Он сам все покажет Вот такая паста у нас получилась Добавляем туда 200 мл миндального молока Пару столовых ложек какао 70 мл меда 5-7 фиников И соль с ванилью по вкусу Включаем второй режим и начинаем активно помогать толкателям, чтобы масса получилась однородной Смешиваются ингредиенты довольно быстро Одного цикла вполне хватило Так, ну вот у нас все готово Осталось перелить по креманкам Я же обещала, что рецепт будет очень простой Поэтому поехали! Перекладываем нашу пасту по креманкам Обратите внимание на ее консистенцию Выглядит очень аппетитно К тому же этот рецепт, напоминаю, подходит и для сыроедов Ну что, вот у нас с вами и готов десерт Приготовление заняло примерно 15 минут Поэтому, как мы и обещали, очень быстро И думаю, что за 15 минут я бы это все съела Но давайте я пока просто попробую Очень крутая консистенция Однородная, тягучая и очень аппетитная Вкусно В меру сладко, потому что мы немного добавили меда Похоже на нутеллу Если вы ели нутеллу, но здесь она у нас сыроедная И здесь мы точно знаем, из чего она сделана Это огромный-огромный вот такой вот плюс Поэтому рекомендую Ребят, ваши лайки будут для нас слаще, чем этот десерт Очень рекомендую вам его приготовить дома И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одного рецепта таких классных десертов Ставьте еще колокольчик, кстати, для этого Идите в ногу со временем, питайтесь правильно и вкусно И готовьте вместе с Рамит Всем пока Вы еще здесь? Присоединяйтесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова